Снова здравствуй, дорогой зритель! Снова с тобой я, Михаил, канал Картавый Блогер. И очередное видео. Значит, долгой распаковки не будет, потому как товар уже распакован. Со светом есть некая проблема, потому как снимаю это в комнате, пока ребенок ушел в садик. Вот, собственно говоря, причина, почему с видео некоторые проблемы. Итак, что это у нас такое? Это у нас продукция Xiaomi и... Что это у нас? Монитор Activated Night Light. Ночной свет, активирующийся. Упаковка чудесно, красиво. Прям вот очень даже. Внутри не так много всего. Есть, собственно говоря, сам прибор и есть вот такая вот штукенция с вырезом под значок. Значит, для чего нужна эта штукенция? Если мы снимем... Вот здесь вот пленочка. Если мы ее снимем, тут липкая часть. Есть. И можно поступить двумя образами. Первый вариант это приклеить к чему-то. Ну, не знаю, там, к шкафу. Например, к шкафу. Да, к шкафу. Правильно сказать, к шкафу. Либо второй вариант приклеить все это дело к, собственно говоря, вот этой вот ерунде. И тогда можно будет все это дело вешать на какой-нибудь гвоздик. Давайте в предмете, наверное, снимем вот эту вот пленочку. Посмотрим, что она из себя представляет. Бросит она три батарейки. Какие? Не знал. Поэтому баночка старперская, в которой у нас аккумуляторы. Нет, мизинцы у нас здесь не подходят. Здесь у нас подходят пальцы. Ну, соответственно, АА батарейки. Необходимо их три штуки. Сразу включилось. Вот таким вот образом она открывается, закрывается. Значит, мы ее прикрепили. Остается вопрос, как она выключаться должна. Давайте попробуем посмотреть это дело в... Вот, кстати, не совсем видно, насколько она... О, выключилась. А включаться как-то должна. Так, давайте посмотрим, значит... Мы берем, приклеиваем, либо мы приклеиваем вот эту штукенцию. Ну, ту, о чем я сразу догадался. Значит, есть у нее датчик движения. И есть у нее кнопка включения-выключения. А если быть точнее, даже не включения-выключения, а радиус действия 0.7, нет, даже не радиус действия, а яркость 0.7, либо 3.8 люменов... Давайте посмотрим, в чем эта разница будет выражаться. А, я вот более яркую включу. Так вот, как вот ты вот на движение должна действовать? Вопрос интересный. Давайте попробуем выключить свет. Не хочет работать. Давайте сделаем в темноту. О, заработало. И более легкий, нет, более сильный вариант подсветки. Сейчас подождем, когда она выключится, и посмотрим, что нужно делать, чтобы она включалась. На звук она явно не реагирует. Давайте я попробую походить. Может быть, ее зак... Непонятно. Ребят, пока не понимаю принцип ее действия, поэтому сейчас поступим следующим образом. Я выключу камеру, попробую понять принцип действия и доснять данное видео. Ну, недолго я выяснял, каким образом все это дело работает. Свет работает, на самом деле, быстро, адекватно, хорошо, да, для того, чтобы понять, как это выглядит, для начала надо выключить свет. Хотя нет. Хотя зачем выключать свет? Сейчас дождемся, когда он сам по себе потухнет. Добавим, наоборот, ему свет, вот, все, он потух. Из-за того, что свет есть, мы видим, ничего не работает, ничего не функционирует. Я сейчас выключаю свет. Опять же, да, ничего не происходит. Но, как только я попробую сделать движение, он включается. Сейчас я постараюсь постоять без движения, посмотрим, сколько времени на это дело уйдет, чтобы он выключился. Опять же, в жизни он более желтоватый, на самом деле, дает свет. Вот, выключился. Делаем движение. Оп, он включился. Работает быстро, работает адекватно. Ну, наверное, давайте пойдем посмотрим, что мы можем посмотреть. Можем посмотреть, например, как он освещает все это дело. То есть, на самом деле, вполне комфортно можно находиться в помещении. Идем на свет, идем снимать. Ну, еще раз движение сделаем. Оп, все работает. Идем на свет. Итак, давайте резюмировать. Достаточно тяжелая штука, поэтому, ну, клеить однозначно надо на чистую, хорошую поверхность, потому что, если упадет, будет как минимум громко, страшно и, не дай бог, на ногу. Потому что будет еще и больно в этом случае. По качеству, ну, вообще вопросов никаких нету, да, то есть, регулировка яркости подсветки, это хорошо. Датчик работает просто чудесно. Форма вполне лаконичная, хорошая. Есть небольшой нюанс, потому что закрываться все это дело должно именно вот в одном варианте. По свету освещает достаточно, ну, опять же, да, неплохо. То есть, ну, в целом, вот такая вот полезная, хорошая приблуда, особенно если у вас есть маленькие дети, которые, например, ночью просыпаются и в темноте им там страшно, да. В этом случае ребенок проснулся, сделал движение, датчик сработал, ему осветил, ребенок успокоился, все хорошо. Ну, либо, как вариант, можно выложить дорожку из таких светильников там на пути к туалету. Еще это будет удобно, если у вас, например, там частный дом и есть какие-то места, которые не озадачились, вы скажем, проходными выключателями, да, там что-то еще. Все, ночью проснулся, надо спуститься вниз, подсветка лестницы, почему нет, очень даже, очень удобно. Насчет цены не скажу, насколько это нормальная цена, но все зависит от того, какие задачи. То есть, хотите хорошо, качественно, ну, по мне, Xiaomi стоит своих денег. Засим, я думаю, можно обзор данной полезной приблуды заканчивать. С вами прощаться, ну, и всем до скорых встреч. Всем всего, пока.